Здравствуйте! Меня зовут Дина Гарипова. Я из России. Зал готов? Да! Тишина? Фонограмма! Мы встретились с Диной на съемочной площадке. В Московском Малом Театре снимали клип на ее конкурсную песню «What If». К нашему приезду работа шла уже не первый час. Атмосфера была, прямо скажем, нервная. Помощники режиссера громогласно отдавали распоряжения, массовка дружно вставала по команде, а над головами на кране летали видеокамеры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственным спокойным человеком на площадке была Дина. Невероятно, с какой выдержкой и достоинством эта юная девушка на высоченных каблуках выкладывалась по полной на каждом дубле, да еще и находила в себе силы подбадривать зрителей. В общем, вела себя как настоящая звезда в самом лучшем смысле этого слова. Ложа руку на сердце, действительно, вот сложно поверить, что все так происходит. На самом деле, мы с мамой иногда созваниваемся, она говорит, «Боже мой, ты веришь в то, что происходит вообще? Веришь, что это с нами?» Я на самом деле с трудом в это верю. Это реально как будто из сказки просто взято. А началась эта сказка вполне обычно. Дина из небольшого городка Зеленодольска. Питина любила с детства. Все ее хвалили, и после школы девчонка рванула в Москву. Очень хотелось стать артисткой. Подала документы в столичные творческие вузы и благополучно никуда не поступила. Расстроилась, вернулась домой, стала изучать журналистику в Казанском университете. Но с мечтой о большой сцене не распрощалась. И когда услышала о новом проекте «Голос», поняла, вот он мой шанс. Хотя многие отговаривали ехать в Москву. А как же, есть всегда люди, которые говорят, да без толку, зачем тебе туда ехать. Конкурс купленный. Да, да я и сама, в принципе, думала, что конкурс купленный. Но мне просто было настолько интересно попробовать, думаю, а вдруг нет. На слепом прослушивании Дина тряслась, как осиновый лист. Казалось, если никто из наставников не обернется, сердце разорвется от волнения. Но практически на последних секундах романса, а напоследок, я скажу, к Дине повернулся Александр Борисович Градский. Более того, он взял артистку, как говорится, под крыло и после завершения шоу. Помог сориентироваться в законах нашего шоу-бизнеса и грамотно подписать контракт с компанией «Юниверсал». Кстати, Александр Борисович не скрывает своего неодобрения по поводу Евровидения. Если бы я решал вопрос о том, ехать ей или не ехать, я бы никогда не рекомендовал ей туда ехать. Поскольку мне глубоко наплевать на Европу и на все остальные страны, мне кажется, что она должна зарабатывать свой певческий авторитет в России, и именно здесь, и именно с русским репертуаром, что ей предстоит. А вот музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта уверен, что Дина лучше, чем кто бы то ни было, впишется в формат Евровидения. Именно поэтому Первый канал и решил в этом году обойтись без национального отбора. Самое главное – это то, что Дину выбрали телезрители. Причем количество людей, которые проголосовывали за нее в финале проекта «Голос», оно подходит к миллионам голосов. И цифры говорят сами за себя. Зачем проводить еще какой-то национальный отбор, устраивать еще какое-то телефонное голосование, если зрители сказали, что найти в нашей стране вот именно сейчас претендентку на участие в конкурсе песни Евровидения лучше, чем Дина Гарипова, невозможно. Что же касается конкурсной песни «What if? Что если?» Она была написана шведскими продюсерами в соавторстве с бывшим басистом группы «Автограф» Леонидом Гудкиным, которые категорически отрицают все обвинения в плагиате, а такие не раз звучали в прессе. Да и Юрий Аксюта, который вот уже 13 лет занимается Евровидением, говорит, что обвинения явно сфабрикованы. Это на самом деле чистейшая грубость, потому что каждый год одно и то же. Не важно, кто с какой песней едет, и абсолютно всегда возникает одна и та же история. Привязывается ко всем песням, какие только представляют нашу страну. Да и не нашу страну, не важно. Кстати, после проекта «Голос» Дине не раз приходилось читать о себе в прессе всевозможные небылицы. То, что я племянница Грацева, вот это было абсолютно выше моего понимания. И то, что у меня там и папа олигарх, то есть, ну, всякое ходило. У меня папа прекрасно работал все эти годы обычным преподавателем, теоретиком. Никогда там не было у нас никакой виллы и всего такого. А сейчас мой папа находится на пенсии и сидит, собственно говоря, дома. Олигархических никаких его направлений я никогда не замечала. Ну что ж, как говорится, добро пожаловать в российский шоу-бизнес. Я, честно говоря, еще пока не почувствовала, что я там вошла в шоу-бизнес. Все-таки это слишком серьезное такое заявление будет с моей стороны. Я еще пока только начинающая. Пока я счастлива тому, что я встречаю хороших людей. Меня, естественно, запугивали тоже знакомые. В Москве там все злые, там тебя обязательно задавят, там все не так, как ты думаешь. Но, слава богу, мне вот повезло на людей, которых я встречаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok